Мистер Бист выпустил второе видео за неделю! Я в афиге! Он обычно выпускает там ролики через месяц, там пару роликов в месяц, а тут через неделю! Ладно, с вами я, Дамир Кагриф. Сегодня мы смотрим новый ролик Мистера Биста, потому что мы с вами попросили, чтобы я делал реакции. Поэтому ставьте лайк, 30 тысяч лайков, и сразу выйдет новый ролик. Да гамоха, да гамоха. И сегодня мы будем смотреть ролик отдых за 1 доллар и отдых за 250 тысяч долларов. Вы прикиньте, я вообще поражаюсь. Два ролика за неделю, и тут еще такой дорогой отдых. А ты в курсе, что нельзя ролики без подписки смотреть? Поэтому подпишись, поставь колокольчик, и так, гляди, 400 тысяч наберем. А еще не забывай заходить на лучший грифинский сервер Real World, а пил у тебя на экране и в описании. Вот, я все равно сейчас пойду туда ролик записывать. Ладно, все, поехали, стартуем! Боже, как же я обожаю смотреть ролики Мистера Биста. В этом видео мы отправимся на отдых за 250 тысяч долларов! Ехать! Это прекрасно! Это вообще реально? За отдых в 250 тысяч там что еще этот, парк аттракционов входит? И я покажу вам разницу между этим... Пьюти Пай! За 100 тысяч долларов! Нам сюда, сэр! Отдых за 50 тысяч долларов, где Эйфелева вошла полностью в нашем распоряжении! Я держусь изо всех сил! А начнем с отдыха за 1 доллар! Поехали! Сюда, парни, наш курорт... 1 доллар это 38 гривен, либо же 100 рублей. Такой отдых вообще существует? В этой хижине! Тут все на сквозь видно! Тут нет стен, Джимми! Ну, как бы, стены есть? Это мерзко! Да что, нормально халу буду? Если вы не верите, что это стоит доллар, смотрите! Эй, 93 цента, ты лжец! Я округлил! За доллар мы получаем кровать, но по сути это просто матрас на досках. Сломанный шкаф, светильник, который вроде как работает. Ооо, глянь-ка! И, наконец, странные шумы с потолка. Так, это нифига себе, потому что, я так понимаю, это где-то на море? Мне кажется, примерно такие апартаменты в Кирилловке сдаются. Только раз в 10 дороже, может даже больше. На нашей крыше живет енот. Мне кажется, что большинство людей разозлились бы быть в их номере енот, но мы почему-то счастливы. Когда мы выселяем всех центров? Мы все должны поместиться на одной кровати. Хочешь 4 кровати? Плати 4 доллара. Так, собственно, нормальная кровать за 1 доллар. Нормальная вообще комната. Просто за 1 доллар переночевать, а тем более, если это море. Ребята, это онклюзив. Тут только что пробежал енот. И плюс енот в подарок идет. Далее у нас отдых, который обошелся в 10 тысяч раз дороже. В 10 тысяч долларов? Вау! О боже! Это круто! За 1 ночь 10 тысяч долларов? Это нифига себе. Это что там должно быть, что 1 ночь 10 тысяч долларов? Погоди, это еще что такое? В этом номере есть медуза. Окей, ну думаю, что это лишнее. О, снаружи бассейн! Это частный бассейн! Разве это не похоже на сцену из фильма? Гостиничный номер с выходом на пляж. Вау! Это наш собственный пляж? Боже мой! Нифига себе! С каких пор вода стала такой голубой? Я не знаю. Я так понимаю, они Виу где-то на Мальдивах сняли за 10 тысяч за сутки. На этом курорте все включено. Есть гигантская спа. Аааа, да! Парк полный фламинго. О, не берутся. Че? Фламинго. И обслуживание без границ. Окей, чего желаете? Желаю все. Единственный минус этого места, в нем нет енота. Привет, малыш! Но я не меню за это. За 10 тысяч долларов на этом курорте каждый из нас получил собственный этаж в здании. Он абсолютно такой же, как у Джимми, только наверху. А, у меня есть гамак! Ну, в принципе, гамак. У каждого бассейн, выход к морю. Но все равно, мне кажется, это не стоит 10 тысяч за сутки. Я поймал! Три, два, один! Эй! Итак, я озвучу несколько правил. Правило номер один. В мой бассейн подушки не кидать. Окей. Правило второе. Прости, Тарик. А теперь о том, чем славится отель. Этот невероятный бассейн нависает над нашим личностям. Почему вода не стекает за край? Столько вопросов! Реально? Очищаю себя отцом, который взял детей в отпуск и смотрит, как они плящутся в бассейне. Ну, слушайте, вот в таком бассейне, я думаю, каждый бы из вас хотел поплавать. Абсолютно. Отдых за 10 тысяч долларов был безумным. Но не таким безумным, как отдых на другом краю света. Итак, отдых за 50 тысяч долларов! В Париже! Но он должен быть в 5 раз круче, чем этот, получается. Раз он 50 тысяч стоит и в Париже! Отдых за 50 тысяч долларов начинается с частной поездки на роскошном пароме. Что это? Это двигатель? Бро, сейчас... Да, это паховозик, ты их Парадыр. Увеличь того чувака! Он снимает нас! Эй! Они машут в ответ! У тебя есть YouTube-канал? Катя, фантастик! Думаю, он не говорит на английском. В цену включена фантастическая еда, экскурсия по всему городу, ах, да. И роскошный номер в отеле с потрясающим видом. Романтичный! Отель, получается, стоит 869 долларов. Ну, вот тут сейчас показали сверху, вам просто не видно там моя вебка. Да, не так ли? Да, поцелуйтесь с Чендлером. И, наконец, нас ждет очень дорогой сюрприз. Парни, вы, вероятно, думаете, это отдых за 50 тысяч, а мы еще явно не потратили 50 тысяч. Да, я так и думаю! Позади вас. Там эфелева башня. Да. Ее сейчас включат, ее сейчас включат. В нашем распоряжении. Погоди, правда? В смысле? Какую часть за 50 тысяч составляла башня? Почти всю. Воу. Башня, получается, на вечер 43 тысячи долларов. Бро. Это можно нормальную машину купить. Мы как будто нарушители. Нет, я не шучу. Она наша. Здесь больше никого нет. Мы можем просто пройти под лентой. Незаконно как-то. В большинстве случаев тут полно народу. И поскольку все в нашем распоряжении, мы попытаемся забраться на башню. Я имею в виду самый верх. Парни, хватит игр. Поднимаемся наверх. По пути наверх мы остановились на первом этаже на высоте 57 метров. Я, кстати, хотел подняться на эльфовую башню, но... Что-то я так посмотрел, там, очередь и подумал, ну, как-нибудь в следующий раз. Ну, а сейчас вот как раз увижу, что там за это. Ни фига. Ни фига. Ни фига. Ни фига. Ну, пока не особо понятно, за что 43 тысячи долларов отдали. Потому что, если не ошибаюсь, там билетик сколько стоит. Если пешком подниматься, то там то ли 30 долларов, то ли еще дешевле. А тут 43 тысячи долларов. Чтобы только они поднялись. Ну, как бы, разница ощутима. О-о-о, боже мой! Ой-ой-ой. Мы на высоте более 274 метров. Это высшая точка, на которую допускаются гражданские. Ну, раз мы арендовали башню на всю ночь, оставался еще один сюрприз. Как думаете, что за этой дверь? Лястница! Погнали. Откуда ты знаешь? Мы видим ступени. Это должно стоить 43 тысячи долларов. Погнали. Как же страшно. Карниз здесь доходит мне до пояса. Я держусь изо всех сил. Я прекрасно понимаю, почему сюда не пускают туристов. На другом конце города стоит оператор с телеобъективом. Он находится более чем в километре. Если объектив достаточно хорош, то вы увидите, как мы машем рукой. Это стоит 50 тысяч долларов. Согласитесь, это круто. Это невероятно. Напоминаю, билет на эльфовую башню, ну, почти на такую же высоту, стоит, ну, долларов 50-100. Такой опыт бывает раз в жизни. Вы готовы к лучшему моменту? Я не знаю, почему у ютубера столько власти, но... Огни! О, началось! Это как дискотека. Офигеть! Ну? Я не знаю, сработает ли эта команда, но... Выключите весь свет. Это как? Нифига. Полная темнота. Эйфелеву башню погасла. О чем думают сейчас миллионы французов? Надо уходить с этой башни. Я не знаю, почему они дали мне столько власти. Далее мы летим в Швейцарию. Опа-на, опа-на. Это отель с пули непробиваемыми окнами, толщиной 5 сантиметров. Кнопкой тревоги. А вот это серьезно. И тут полно охраны, ведь в этом отеле отдыхают мировые лидеры и президенты. 100 тысяч долларов. Это 100 тысяч долларов за сутки? Безумие. Это самый дорогой пентхаус во всей Европе. Он занимает весь восьмой этаж. В нем десятки комнат, куча персонала, работающего круглосуточно. И повсюду безумная еда. Хочешь это? Да, попробуй это. Как вам эти парни по сравнению с вашими обычными гостями? Я в шоке, ребята. В общем, они довольно глупы по сравнению с ними. Как я уже говорил, здесь отдыхали одни из самых влиятельных мировых лидеров. Даже Билл Клинтон жил здесь. Нет, этот отель крутой. Что касается безопасности, здесь пули непробиваемые окна. Даже это? Пули непробиваемые окна? О боже, очень плотные. Надо было брать с собой автомат проверить. Я президент. Да, еще можно разместить снайперов на крыше. У вас есть свои снайперы? Не, ну за 100 тысяч долларов. В принципе, неплохая слуга снайперов на крыше разместить. Плюс 10 к безопасности там. Ладно, кнопка тревоги. Не буду, враг. Я хотел нажать эту кнопку с самого прихода. Мы все согласились, что это хорошая идея. Нет, нет. Карл, ты Билл Клинтон и чувствуешь угрозу. Нажми кнопку тревоги. Хорошо. Вы заметили, у них там охранник в комнате стоит. Скорее всего, это тоже входит в стоимость. Он чисто круглосуточно будет стоять вас охранять. Он нажал ее? О, подождите, вон дверь закрывается. Вы хотите, мы закрыты? Парни, вы там? Это ты, Нолан? Да, и дверь как будто захлопнулась. Я отошел на секунду. Какая кнопка открываешь? Обычно, когда я паникую, что ничего не открываешь. Если вы нажмете на кнопку снова, приедет полиция и выпишет большой штраф. Больше не нажимай. Я-то подумал, как бы президент мог попасть, например, в Макдональдс. Увидим, как перемещаются президенты. Сюда. А ну-ка. А ну-ка. Обычно вместо вас сидят мои телохранители. Ну и так сойдут. Просто втесни, приятель, втесни. Какой президент ест в Макдональдс? А у тебя окно опускается? Привет, как дела? Теперь нас могут попасть. Теперь нас могут попасть. Не верится, что мы это делаем. Оказывается, когда едешь в президентском кортеже, многие обращают на тебя внимание. Как дела? Это безумие, чувак. Мне кажется, мы привлекли всеобщее внимание. Люди снимают, как будто ты президент. Это странно. Поэтому в Макдональдсе было неловко. Простите. Я тоже был бы в шоке, если бы увидел мистер Биста с охраной в Макдональдсе. Такое число. А утро, закидай, а так. Победа. Для тебя это круче, эфелевая башня? Смотри, насколько вкусны тут наггетсы. Да, все места до этого были потрясающими, но они меркнут по сравнению со следующим. Наш последний отпуск снова на другом краю планеты. И сейчас мы в Японии на отдыхе за 250 тысяч. 250 тысяч долларов. Мы встретимся со специальным гостем, так что досмотрите до конца. Для начала мы заносили чемоданы. Самый дорогой отель во всей Японии. Какой огромный. В комнате даже эхо. А после этого нам захотелось ознакомиться с Токио. Теперь мы будем гонять на Марио-картах по улицам. Let's go. Мы арендовали частные Марио-карты, на которых можно погонять по улицам Японии. Блин, это на самом деле круто. Приехал, дайте мне Марио-карт, пожалуйста. Правда, нет, но я поверю. И все, и так ехать по улице с друзьями. Вот это классно. Они не предназначены для улицы. Сбоку от меня едут настоящие машины. Посмотрите, как много людей переходит улицу. Это самый оживленный пешеходный переход в мире, а мы едем прямо по нему. Ах, мы на картах Токио-карты. Вот так вот выглядит мечта. Реальная, ребята. Прибыв на место назначения, мы встретились с мастером меча Йошиоки Сумита. Он тренируется с катаной уже 26 лет. Нифига себе, кунг-фу мастер. Каждый из нас получил по катане, и урок начался с техники замаха. А прикиньте так, чисто случайно, замахнуться что-то там не так сделать, и все. У нас не так легко, как мы думали. Давай, Киа! Все, урок провален. А ты ведь покажешь крупным планом. Затем была моя очередь. Парни, как вы думаете, получится? Да, конечно, ты сможешь. Да, нормально. Даже сам учитель в шоке был. Я им дал самые тупые катаны, а как у него получилось. Посмотрим, как справятся парни. Ооо, нифига себе. Кто я? А потом наш учитель подарил нам эту невероятную катану. Я этого не заслужил, но спасибо. А поскольку это отдых за четверть миллиона долларов, мы арендовали самого высококлассного суши-шефа в мире, вместе со всем его плавучим рестораном. Что? Шеф-повар готовит прямо рядом с нашим столом. Возможность увидеть мастера за работой сделала ужин одним из самых незабываемых в моей жизни. Вот за это можно отдать 250 тысяч, даже не жалко. О, мой бог. Нам сказали, что можно кормить птиц с тунцом. Держи, малыш. Смотрите, он поймал в воздухе. И как только мы оплатили счет... Спасибо. Самое безумное место, где я когда-либо был. Ладно, за мной. Там он в шоке был. Но вперва снимите носки. А что это? Это музей, но для впечатлений. Что? Мурашки по коже. Мои глаза с трудом воспринимают это. Думаешь, такое видишь, когда умираешь? Возможно. Это какой-то рай. Что у нас есть? Обычно в этом месте полно народу, но мы предоставили это место самим себе. Пожалуй, это лучшее, что мы когда-либо делали. Чувак, это рыба? Мы в бассейне, в музее играем с анимированными рыбками. Это самое удивительное занятие для отдыха. Хочу туда. Хочу туда. Если когда-то буду там, хочу попробовать вообще туда когда-то попасть. Посмотрите, как же это красиво, ребята. Мы сейчас в ресторане, которым управляют роботы. Что? Меня зовут Петер. Мы можем присесть, Петер? Конечно. Давайте найдем удобное место. Мы забронировали весь ресторан. Поэтому кроме нас здесь были лишь роботы и официанты. Приехал робот с едой. Я думаю, в скором будущем везде будут роботы на самом деле. И за ними будут просто присматривать люди. Значит, еду доставляет робот? Удивительный, пушистый робот. Пеппер почему-то очень пристально смотрит на Чендлера. Пеппер не любит Чендлера. Рой, я тебе ничего не сделал. Убедитесь, что вы как следует проелись. Потому что завтра я арендую целый парк развлечений. И там будет Пьюдипай. И это безумие. Видите ли, у нас с Пьюдипаем давнее знакомство. Мистер Бист. Я все думал, когда же ты появишься. Ура. Мы помогли ему в гонке подписчиков против канала T-Series. Хватайте телефон, заходите на YouTube, еще и Пьюдипай и подписывайтесь. В конечном итоге мы даже догнали его. Мистер Бист обошел меня по подписчикам. Теперь я понимаю ощущения других. Ничего страшного. Он определенно заслужил тебя. И хотя мы давно дружим, мы никогда не встречались лично. И раз это такая долгожданная встреча... Это просто... Это самая легендарная встреча, мне кажется. Одна из самых легендарных. Я арендовал весь этот парк развлечений. Это Фудрик Юхайленд. Парк с самыми страшными аттракционами во всей Японии. Каждый день тут очереди из тысяч людей. Но сегодня я арендовал весь парк только для нас. Я в афиге. У меня просто все, у меня челюсть отпала. Пьюдипай, парк аттракционов. Весь парк аттракционов. Я буду кататься на этих горках один. Перед вами самый крутой в мире спуск на американских горках. Тебе страшно? Да! Веселись! Скажу так, я был на подобной штуке. И там реально, когда ты сидишь самый первый, эмоции незабываемые. Ты думаешь, ты сейчас вылетишь. Я с них убоюсь. И как я и обещал, отец Ютьюба. Пьюдипай! Встретил нас в парке. Немного позже, чем планировал. Он такой стесняшкой, такой вышел, такой скромняшка. Потому что я написал ему не то время. Прости, Феликс. И он хотел прокатиться на самой безумной горке. Почему ты боишься? Я очень боюсь американских горок. Это даже не переворачивается. Я прокачусь, если Феликс тоже поедет. Вперед! Блин, как же они смущаются друг друга, ребята. Ужаси. Ладно, ладно. Если я умру на этих горках, вы, парни, будете чувствовать себя ужасно. Тут надо обувь снимать. Все, что может слететь. Вот как понять, что это не шутки. На этом аттракционе нам даже не доверяют обувь. Ты сможешь. Все будет норм. Не будет. Это мой худший кошмар. Мне страшно, страшно. Я не хочу. Ты меня пугаешь. Поговорим. Главное, смотри, чтобы тебя не вырвало. Да, боже си. А можно выбрать другую? Мы могли выбрать. Мы спокойнее. Я понятия не имею, что это за горка. В одном месте и спуск под 90 градусов. Ты меня пугаешь. А что ты меня втянул? Ты меня сюда пригласил. Но что мы не знаем. А что это за горка такая? Нет! Что горка движется задом наперед? Идет. Обалдеть! Я бы там офигел, если бы она назад тоже поехала. Ты орал уже на первом подъеме. Что? Спасибо. Я никогда не ел же ботины и картофель. Вот тебе за то, что обошел меня. Это был отдых за 250 тысяч долларов. Феликс, оформишь переход? Профист. Мне так понравилось видео мистера Мистера. Концовка, я просто, я не могу. Такой заряд эмоции получил. Так что, друзья. 30 тысяч лайков, сразу выйдет новый ролик. Подпишите на канал на 400 тысяч подписчиков. Может, какой-то фокус покажу. Не знаю. С вами был Думя. Смотрите новые ролики вот тут. Слева, справа. Всем пока! И пишите вообще, хотите ли вы еще реакции на ролики Мистер Бист? Спасибо.